МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На нашем предприятии есть очень хорошая сушилка, не буду говорить производителя, но она нас спасла своей производительностью до 60 тонн в час суши. Машину по очистке зерна купили год назад. Нынче она пришлась как нельзя кстати. Эксперимент по посеву масленичного льна удался. Собрали почти 900 тонн при урожайности в 19 центнеров с гектаром. Мы ввели себе в оборот лен масленичный. Ну, эксперимент удался, работаем с агродоктором. Они нам поставляют все препараты, удобрения, потом гербицидные обработки. Ну, вот результат налицо, налицо. На будущий год постараемся добавить площадей в пальну и ввести все в обороты рапс. Рапс. Маржинальная культура сегодня превосходит. Посевных площадей в фермерском хозяйстве сегодня уже 3 тысячи. В планах на год следующий освоение залежных земель. А это еще плюс 800 гектаров. Чтобы ввести их все в оборот, закупили технику. Тяжелая барана, например, обошлась хозяйству в 4,5 миллиона рублей. В этом году мы приобрели два комбайна. Это Полесье 13 и Агрод 595+. Планируем еще приобрести трактор Бюллер и еще один генезерно-уборочный комбайн. Так как площадя увеличиваются, естественно, нужно и техника зачаться. Средства выручают от продажи молока. Дойное стадо насчитывает больше 200 голов. На дое одни из самых высоких в районе. Коллектив подобрали такой. Прямо дисциплина у нас жесткая. Коллектив. Полностью кормовая база у нас. Мы даем жмых. Мы даем жмых, глицерин. И есть дрожжи. Каждой новотельной корове мы составляем свой определенный рацион, чтобы разгонять корову все больше и больше. Зимой мы как-то дуем уже летнее молоко. Планы по расширению поголовья скота в хозяйстве есть. В прошлом году даже начали строить новые животноводческие помещения. Ввести их в эксплуатацию не успели. Рассчитывают сделать это в 2022. Намерены восстановить зерносушильный комплекс. Переговоры по поставке оборудования уже ведут. Верблюд Вася, любимчик публики, совсем не боится людей и с радостью позирует в стоге сена. В соседнем вольере на фоне русских березок гордо вышагивают заморские страусы. Страусов мы начали разводить еще в 2015 году. Это был эксперимент. В это время мы еще не знали о том, что такие практики существуют по всей России. Но вот поездили по стране, познакомились с другими хозяйствами, поняли, насколько это интересно и решили тоже этим делом заниматься. Ферма начала свое строительство где-то в 2019 году. Сейчас на ферме кроме страусов и верблюда живут конь, пони, ослик, як, лисы, песцы, собаки, лось и австралийский эму. Почти все ручные. Вот, например, лис Кузя вовсе не против, чтобы его погладили. Желающих много. Туристы, по словам хозяев, приезжают часто. Колыванский район – один из региональных центров притяжения. А развивать направление помогает Центр поддержки сельских инициатив «Живая земля». Мы ездим по районам области, знакомимся с энтузиастами, кто хочет развивать у себя на территории сельский туризм. Общаемся с администрациями, с главами районов. Вот, собираем этих людей в сообщество. Параллельно мы входим в ассоциацию организации сельского туризма в России. Поэтому все новинки, все актуальное, что происходит на этом рынке, мы сразу же делимся со своим сообществом этой информацией. Кроме того, организуют обучение для членов сообщества. Так, в скором времени пройдет акселератор сельского туризма – «Агротуризм-54». С этим проектом организация стала одним из победителей конкурса. Сейчас очень пользуются спросом. Это всевозможные ремесленнические истории, потому что люди хотят поделать ручками, хотят приобщиться. Это, конечно, агротуризм, это общение с природой, это экотуризм, это путешествия, это тропы, когда человек может уединиться, побыть один на один. Но, тем не менее, все равно получить те массы впечатлений, которые он привык уже получать на отдыхе. В Доме ремесел проводят мастер-классы по керамике, по лепке из глины. Гончарное дело пользуется большой популярностью у туристов. Возле русской печи взрослым расскажут о традициях песнопения. А детям проведут экскурсию по страницам сказок. Здесь же можно посмотреть выставку изделий ручной работы, которые покажут в мае на традиционной ярмарке. Мы сегодня уже, помимо того, что закупаем оборудование, все соответствующее той эпохе, представляете, помимо игровых площадок, у нас будет площадка, где вот все будет доподлинно исторически. Мы даже мебель делаем под старину. Мы закупаем телегу по гранту, представляете, настоящую телегу, сейчас очень сложно было ее найти. Мы ее из Брянска заказали. И у нас будет ярмарочное шествие, телега, лошадь, бабы на телеге с корзинами, с гусями в корзинках. В формате реконструкции Козьма-Демьяновская ярмарка пройдет впервые за 130 лет. При поддержке Министерства региональной политики организация «Творческая колывань» также стала победителем конкурса. Один за одним к элеватору подъезжают грузовики с хозяйств Новосибирской, Томской и Кимеровской областей. Рабс, горох, овес и чимени пшеница поступают непрерывно. В день разгружают до 70 машин. Здесь все организовано, конечно, здесь все быстро, хорошо. Все начинается с лаборатории. Там поступающая продукция проходит строгий контроль. С каждой партии зерна лаборант Юлия Грабунова берет пробы для экспресс-анализа. По результатам определяют, какого класса зерно, как сушить, как доводить до кондиции и как хранить. Влажность показывает предварительно кальковину, если это пшеница. Если это масличные культуры, то масло показывает. И уже вот смотрим предварительную. И уже распределяем, какой там отправить на склад или на сушилку. Осень была дождливая, поэтому зерно идет с повышенной влажностью. Сушка необходима. Сегодня на предприятии на современном голубом топливе работают две шахтные и одна конвейерная сушилки. На нашем предприятии есть очень хорошая сушилка, не буду говорить производителя. Но она нас спасла своей производительностью. До 60 тонн в час сушит, снимает до 20% влажности за проход. Поэтому мы вот с передовыми такими оборудованием можем творить чудеса. С начала уборочной страды 2021-го предприятие отработало свыше 70 тысяч тонн продукции. Часть зерновых хранят в вертикальных контейнерах, часть в полимерных рукавах. Сейчас строят дополнительные зернохранилища. В этом году мы увеличиваем хранение на 10 тысяч тонн, то есть оно будет 50. Это способствует сокращению времени разгрузки автомобилей. Тем более в эту непростую осень, как нам она в этом году поднесла сюрпризы. Сегодня предприятие поставляет продукцию не только на территорию Российской Федерации, но и более чем в 12 стран. Отгружают культуры железнодорожным транспортом. Мешки с продукцией грузят с помощью современной автоматической линии погрузки.